Здравствуйте! Эфир Новгородского областного телевидения продолжает православный проект «София» – программа о наших истоках. Священномученик Игнатий Богоносец говорит «Вникай в обстоятельства времени». Этот завет актуален и сегодня. Учитывая обстоятельства нынешнего времени, Русская Православная Церковь выступила инициатором праздновать ежегодно в марте месяце День Православной Книги. Как он состоялся в этом году в новгородской епархии, наш небольшой рассказ в традиционной рубрике «Жизнь новгородской митрополии». По инициативе Русской Православной Церкви в нашей стране появился День Православной Книги. Ежегодно, начиная с 14 марта, во многих учреждениях культуры проводятся мероприятия, посвященные этому событию. В Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих веда организовали книжную выставку под названием «Живое слово мудрости духовной». Она включает в себя четыре раздела. В каждом из них собрана духовная литература для читателей всех возрастов. Первый раздел выставки называется «Библейские истории». Вниманию читателей в данном разделе представлены издания, которые нам с вами рассказывают о библейских событиях Ветхого и Нового Завета. Следующий раздел нашей выставки «И лик святой нам душу греет». В разделе представлены книги, рассказывающие об истории появления того или иного образа Божией Матери, о случаях чудесной помощи, получаемой при молитве перед образом, приводятся молитвы и иллюстрации икон. Завершает нашу выставку раздел «Подвижники благочестия». Он посвящен людям, прославленным в лике святых, Русской Православной Церкви со времен апостольских и до наших дней. Цикл тематических бесед о самом важном не просто дань православию. Литература, представленная на этой полке, рассказывает об истории России, неотрывно связанной с православием. Здесь рассказы о традициях, обрядах, красоте нашей природы и ее особенностях. Этими знаниями не стоит пренебрегать. Такая литература многому нас учит и, главное, помогает развиваться как личности. Библиотека Веда – это особенная библиотека, где обслуживает инвалидов по зрению и слуху. Основная категория пользователей – это люди с ограниченными возможностями. Более 65% – это люди с ограничениями по зрениям и другими ограничениями здоровья. Очень важно создавать для пользователей нашей библиотеки безбарьерную среду общения людей с ограниченными возможностями и их здоровыми сверстниками. Поэтому для людей с нормальным зрением у нас достаточно большой фонд обычных плоскопечатных книг. В фонде библиотеки есть книги не только с увеличенным шрифтом, но и сам формат книги изменяется. Для слепых людей у нас есть книги на специальных форматах. Это, конечно же, в первую очередь книги, написанные шрифтом Брайля. Читают такие книги люди руками, пальцами. Также имеются говорящие книги на аудиокассетах и флешкартах. В открытом доступе находятся так называемые рельефно-графические пособия. Вот, например, у меня в руках книга, которая называется «Памятники культуры», на котором есть рельефно-графическом изображении православные иконы. Для самых юных посетителей библиотеки, еще не умеющих читать, созданы книги-игрушки. Это рукодельные тактильные книги и выполнены они по специальным правилам. В каждой книжке-игрушке живет какой-то герой. Ну вот в данном случае это щенок, который у всех узнавал, кто же сказал мяу. И по мере прочтения книги ребенок вместе с этой книжкой-игрушкой переживает все события. Книги эти очень особенные, потому что они приближены к действительности. Читая эти книги, дети вполне могут осознать, например, что коврик мягкий, пушистый, окно холодное, имитация как бы стекла. У деток, у многих, которые посещают нас с нарушением зрения, есть небольшое, разное в степени остаточное зрение. Поэтому очень важно, чтобы книжки-игрушки были не черно-белыми, они цветные, они передают всю цветовую гамму. И ребята также знакомятся с этим. Православная книга учит людей добру, милосердию, состраданию, позволяет увидеть мир во всем его многообразии. Сегодня, как никогда, важно, чтобы подрастающее поколение твердо знало свою духовную традицию, основанную на христианских ценностях и могло разбираться в жизненных реалиях современного общества. Приход Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Колмове основательно подготовился к празднику православной книги. В стенах воскресной школы состоялась интерактивно-познавательная программа под названием «В начале было слово». «В начале было слово». Этими словами свое Евангелие начинает апостол любви Иоанн Богослов. И действительно, цель мероприятия показает ребятам ценность книжного наследия нашего Отечества. Вспомните, какие книги вы читали в детстве, что вас увлекало. Каждая книга отправляла вас в путешествие с ее героями. Вот и сегодня здесь всех участников этой познавательной программы пригласили пройти по историческим маршрутам. Скажите, а вы когда-нибудь путешествовали во времени? Получалось у вас? Да. А иногда получалось? Да? Ну расскажешь потом как. А я вам скажу, что мы на самом деле можем совершить путешествие во времени в любой момент нашей жизни. Стоит только приоткрыть какую-нибудь интересную книгу. Еще год назад у нас возникла идея организовать вот такой интерактив, чтобы дети не просто пришли, полистали книжки и ушли, чтобы они пообщались с историческими персонажами, в которых перевоплощаются ребята из нашего молодежного актива. Это Нестор, монах Киево-Печерского монастыря. Ярослав Мудрый, а также новгородский мальчик Анфим. Они поделились своими историями о жизни в Древней Руси и показали, какими были книги много сотен лет назад. Утром перед школой, пока солнце не взошло, на сенокосе трудимся или снег чистим. А после школы и сено надо убирать, дрова колоть, телят хвости и водоносить. А в моей школе ребята писали на специальных дощечках. Называется церы. Цера, ребята, это такая дощечка, залитая воском, на которой выцарапывают буквы специальным писалом. И представляете, после каждого урока мои ученики должны были стирать все написанное. Плавить воск. В этом храме есть небольшой музей. В нем экспонируются старинные книги 18-19 веков. Большой ценностью являются фрагменты рукописных акафистов эпохи гонения на русскую православную церковь в 20 веке. Хочется показать ребятам, что действительно ценность Слова Божия. И люди, несмотря на гонения, на прессинг безбожной власти, они сохраняли это в своем сердце. И как драгоценный бисер хранили Слово Божие и молитвы, чтобы обращаться через них к Господу Богу, Божьей Матери. Интерес к чтению следует воспитывать с детства. Ведь известно, что сначала ребенка привлекают книги с пестрыми иллюстрациями, но постепенно его начинает интересовать и содержание. С этого момента очень важно направлять внимание ребенка на правильные книги, которые учат добру, милосердию, трудолюбию. На помощь приходит духовная литература. Вся информация, которую впитывают дети в раннем возрасте, формирует их ценности и взгляд на мир. Сегодня мы решили поговорить на тему «Великий пост. Важнейший и самый древний пост». И сегодня в гостях у нас протеерей Сергий Мельников. Здравствуйте, отец Сергий. С постом приятным всех. Наши телезрители хорошо знают, что отец Сергий является настоятелем новгородского храма святого благоверного князя Александра Невского. И впервые в нашей программе принимает участие Екатерина Андреевна Спирина. Здравствуйте, Екатерина Андреевна. Здравствуйте. Екатерина Андреевна – прихожанка новгородского храма святого праведного Лазаря Четверодневного. Вот в таком составе мы сегодня поговорим на тему довольно важную. Да, собственно, каждый наш выпуск мы комментируем, что он важный, потому что мы поднимаем действительно очень нужные вещи в процессе беседы в рамках нашей программы. «Великий пост». Чтобы правильно понимать значение этого слова, отец Сергий, все-таки как нужно понимать значение слова «пост» и почему его называют «великим». Ну, если мы посмотрим на значение, он имеет две позиции. Это как значение охраны, наблюдения, постоянного дежурства, вот в таком значении, как в более воинском. И то, в котором мы находимся и которое мы приемлем, это, конечно, религиозное значение, воздержание и духовное, и телесное во время особых дней, которые мы определяем. Вот хороший ствол произнесли. Охрана души. Особый такой период времени, когда мы должны особо контролировать состояние нашей души, ее погоду, погоду какую, там мы создаем внутри себя. Ну, а почему «великий»? Ну, «великий», потому что мы особое внимание уделяем именно этому времени, когда мы готовимся к Святой Пасхе, к Светлому Христовому Воскресению. Конечно, в начале это было время, когда готовились, в общем-то, язычники к принятию крещения. И именно с этого начинались эти дни великопостные. И тогда, когда они постились, христиане в солидарность с ними тоже стали поститься. И вот таким образом определилось время. И, может быть, оно не сразу тоже, потому как и образовывались и другие дни воздержания, так как не было такого информационного поля, как сегодня, когда мы знаем, когда конкретно в нашей церкви совершается пост, совершаются целинные праздники. А ведь время Пасхи даже было по-разному вначале определялось. И поэтому это время подготовки к крещению и солидарности тех крестьян, которые вместе с ними постились, готовящимся к соглашенными. Ну, и было время после этого, когда все завершалось, когда все это проходило. И было время, когда после Святой Пятидесятницы еще один был пост для тех, кто не попостился в это время. То есть именно тот Петров пост, который мы с вами знаем уже, это для тех, кто не смог в это время. Великий пост. Да, именно тот Великий пост. Ну, мы сегодня, конечно, поговорим, почему не всегда получается придерживаться поста. Поговорим об этом. Ну, вот вы только что отметили, что те люди, которые готовятся к принятию крещения, их называют оглашенными. То есть они читают специальную литературу, молятся, пост. То есть какое-то определенное меню. То есть нельзя есть ни молочное, ни мясное. Не голодать же, отец Сергей. Да. Какое-то ограничение в пище, да? Вы знаете, здесь в этом случае нужно сказать, что, наверное, пост, который мы с вами определяем, он имеет еще два значения. Совершенный и аскетический. Вот. Вот как определяют это, ну, по крайней мере, наши толкователи. И вот я лично читал у портере Александра Шмемана, как он это рассказывает, да? Отец Александр рассказывает о том, что совершенный пост – это именно тот день, то есть он коротковременный, когда мы совершенно отказываемся от пищи и питья, для того, чтобы подготовиться к принятию святых христов. Организм, он же живой. Он христовен христовых тайн, для того, чтобы причаститься. То есть это кратковременно. Это непродолжительное время. А аскетический пост – это тот пост, в котором действительно мы совершаем ту борьбу, на которую встаем, тот подвиг, который хотим совершить. В это время он имеет более длительное значение, длительное время. И это вот как раз, как мы определяем, это 40 дней. То есть их как бы подражание Господа нашего Иисуса Христа, который постился в пустыне 40 дней. Ну и, собственно, тех дней, которые были в традиции иудейской. И, в общем-то, я думаю, что нет ни одной религии, которая бы не имела бы поста. И поэтому здесь это время такой особой борьбы внутренней. И здесь уже имеет место ограниченное количество воздержания от пищи и, конечно, духовное делание. И можно сказать, что если человек ограничивает себя только от пищи, а не молится, то, собственно, поста, как такового, которое мы с вами вкладываем, его, в общем-то, и нет. Правильного смысла, цели поста, который мы совершаем и к которому стремимся. Поэтому нужно сказать, что... Ну вот, в частности, Силуан Афонский, он говорил о том, что нужно столько есть пищи, чтобы потом хотелось молиться. Вот хорошее слово, между прочим, вы сказали. Да, и вот здесь мы, наверное, к этому и должны приближаться. И сам пост, в который мы вступаем, к которому в настоящее время находимся в это время, то есть он путь не только к Богу, не только к Пасхе, как мы определяем это все, к тому важному для нас празднику победы над смертью, но это путь и обретение в себе правды. Не своей правды, а правды Божьей. Это путь приобретения покаяния, признания тех грехов, то есть совсем не правильной жизни, которую мы зачастую ведем. Вот я хотел бы привести в этом случае, вот я такую шпаргалочку подготовил, русский текст, той молитвы, которую мы начинаем от самых подготовительных недель Матаря и Фарисея и заканчиваем на продолжении всего поста, песнопения, которые поются на всеночном бдении. Перед воскресным днем. Отвори мне двери покаяния, податель жизни, потому что моя душа с раннего утра стремится к святому храму твоему, так как храм моего тела весь осквернен, но ты щедрый, очисти меня твоею милостью. И продолжение дальше еще идет. И, конечно, это время для нас особо благодатное, спасительное, как мы говорим, потому что это время не омрачения внутреннего, о том, что это так вот как-то тягостно, это совсем очень трудно. Нет, это время действительно обретения радости, что мы имеем возможность ради Господа нашего... И от этого наступает особая радость у христианина, когда он это совершает не сверх каких-то своих сил, а по силам. И вот когда мы это все совершаем по силам, это как раз самое, что не на есть правильное. По силам. Вот все, что касается Великого Поста, трудно... Вот вы прихожанка храма, трудно все это делать? Или это легко? Сейчас это довольно-таки легко. Я пришла в веру очень трудным путем, драматическим путем, борясь с онкологической болезнью, не веруя в спортсменка, комсомолка, активистка, коммунистка, атеистка, не веруя ни во что. Я пришла к вере уже инвалидом первой группы. И я решила бороться сама. И как? Голоданием. Я голодала очень много. 3, 5, 7, 9, 12 дней. И последний пост был 20 дней. То есть это без молитвы, без веры? Без веры, без молитвы. Сейчас, когда я смотрю в то время... Оглядываясь назад. Оглядываясь, да. Я вижу, что душа возопила. А сохрани инструмент мой, сохрани. Я должна дальше работать, я должна дальше жить. И вот, понимаете, я жила в Казахстане, в зоне Симпалатинского язерного полигона. Поэтому у меня так драматично все складывалось. У меня умирали родственники, друзья. И я уже оставалась одна, понимаете? Вокруг меня никого не было. И вдруг... Сейчас я понимаю, что Господь взял меня на руки и привез сюда. Перенес, просто перенес. И поставил в церковь Святого Лазаря. Понимаете? А во время голода пошли стихи. Мало того, я ведь... И я возгордилась. Возгордились? Это же грех. Возгордились. Я же не была верующая. Я значимость свою приобретаю. Я отсрочила смерть свою на 10 лет. А потом она вдруг в раз и обрушилась на меня. И я меня сюда переносила. Здесь у меня жили родственники верующие. Сестра верующая. Мать похоронена здесь. И я приехала сюда. Стала прям... Сестра привелась, говорит, когда меня врачи уже здесь вылечили и выписали инвалидам первой группы. Но я живая, понимаете? Меня сестра привела в церковь. Поставила, дала молитвослов и Библию. И учись, деточка, в первом классе церковно-приходской школы. И я учусь до сих пор. Я учусь до сих пор. Но стихи, которые пошли, они доказывают, что душа работает, тело истончается. Она начинает улавливать божественные энергии. Теперь, когда я работаю в пост... Ведь мы же читаем Библию. Душа улавливает. Ой, какие слова хорошие. Душа улавливает. Да, душа улавливает. И вот, понимаете? И когда я год уже простояла в церкви, а потом после лечения прошли стихи. Не идут. И они шли сами. Я их просто записывала. Я их не писала. Я их записывала. Понимаете, в чем дело-то? И вот вдруг такое, как озарение, откровение. Я жила да поживала. Годы быстро пролетали. Перешла границ немало. Территории, морали. Подошла к границе главной. Пересечь бы, не срабеть. Жизнь я любила славно. А теперь подходит смерть. Но Господь дарует время. Погоди. Не суетись. Сбрось привычной жизни время. И как следует проснись. Здесь ступени. Не граница. Можно вверх, а можно вниз. Курь не хочешь оступиться? Говорю тебе, проснись. И вот я постепенно просыпаюсь. С 2009 года я хожу и стараюсь. Потому что я ограничена в труде. Я не могу ничего делать, кроме как обслужить себя и наложить крестное знамение. Все, я работаю Богу. Я работаю Богу и понимаю, что Он меня спас. Что Он привел меня сюда. Что Он дал возможность моей душе трудиться. Екатерина Андреевна, вот это действительно труд, Великий пост. Но это же не унылый, а радостный труд. Что вам придает силы, радости? Действительно. Как это достичь? Ну что, во-первых, молитва. Молитва, ежедневная молитва. Когда у тебя переполняют чувства благодарности. За то, что тебе дали возможность. Понимаете? И ты понимаешь, что мир этот не твой. Ну как сказать, не ты здесь главный. Конечно. Это частичко. А когда 60 лет человек прожил без веры, безо всего, только на свои силы уповая. И вот это вот все. Воспринимая мир как свою отчину. Понимаете? Отец Сергий, вот вы как священник. К вам наверняка же люди подходят и говорят, вот все, больше не могу. Великий пост. Это так тяжело для меня. Какой совет вы обычно людям даете? Ну, я бы хотел вначале прокомментировать то, что сказала Екатерина Андреевна. Вот она сказала очень хороший склад. То есть вот все то, что с ней произошло, она заставила ее пробудиться. А вот дни Великого Поста, если мы сегодня об этой теме, то есть они заставляют нас тоже пробудиться. То есть все эти дни Великого Поста отправляют нас как бы к неким началам. Началам создания мира. Читается бытие книга с самого начала в эти дни. Отправляется нас к пророку Исаии, который говорит о том, как народ Израилев, который как бы выизбран народом, опекаем, избран Богом, опекаем Богом, но как он живет, и он предвещает ему о том, что они будут уведены в плен, о том, что разрушится Иерусалим, и так далее. То есть это тоже слова не только к тому народу тогда, но и к нам с вами сегодня, к сегодняшним. Читаются притчи Соломоновы в эти дни, с понедельника по пятницу, в эти Великопостные дни. Это как бы обращение к тем началам, к которым мы должны обратиться для того, чтобы понять, осознать, а что самое главное для нас, что самое основное. И вот это как раз о чем и говорит Христос нам. Познай истину, и ты станешь свободным. Освободишься от греха, освободишься от многих зависимостей, в которых мы сегодня живем с вами. И они нас окружают. Познай истину. Где эту истину найти? И не та свобода, о которой зачастую, очень так много говорят, именно та свобода, внутреннюю свободу во Христе. Вот и истина. Где ее найти, эту истину? Вот где она? Как ее найти? Ну вот благодаря тому, что человек, когда хотя бы имеет малое семя, как Господь говорит, обращается к Богу, и Господь говорит, вырастет в большое дерево, на которое будут прилетать райские птицы. То есть вот мы и к этому должны стремиться. И, собственно, мы все, крещенные люди, в нас заложено семя. Семя в крещении, в каждом из нас. Для того, чтобы вырос христианин, вырос. И вот когда мы обращаемся к Богу, мы потихоньку начинаем расти. Начинаем что-то понимать. И вот, в общем-то, в этом и есть некое пробуждение. Пробуждение, которое ведет нас, вот как ритм церкви, он состоит как бы из некого дыхания, как я говорю. То есть мы вдыхаем, выдыхаем. То есть вот этот ритм церковной жизни, общественного служения, это седмица. И вот как раз Великий Постон состоит, как бы, как и все, наше богослужебное время, собственно, и все дни. Но они по-другому распределяются для светского человека. Для церковного человека они распределяются. То есть все ведет к воскресенью. Все ведет к Пасхе. И в дни Великопостные то же самое. С понедельника по пятницу мы как в некой пустыне. Мы идем в пути. Отменяется литургия. Это очень важная составляющая Великого Поста. И в Харистии отменяется. То есть мы в пути. Мы в пути к тем дням, которые суббота, воскресенье, когда мы идем к тем, к той радости, к тому празднику, к которому мы считаем Пасхой. То есть как бы готовимся к той Пасхе, которая будет потом, уже в конце. И поэтому вот это все имеет такое пробуждающее значение. И, собственно, вот и человеку тут все индивидуально, конечно. Каждый задает вопрос и у каждого жизнь индивидуальна. Вот у Екатерины древние так складывалось. Вот через трудности, через болезни это все проходит. И человек действительно находит истину. Находит, как мы сказали бы, а в чем истина? Истина Христос. Как он говорит, я есть истина, воскресение жизни. То есть во мне все это. То есть когда ты обращаешься ко мне, то есть имеешь твердое основание во всей жизни этой и будущей. А почему вот все-таки 40 дней продолжается Великий пост? Ну, 40 дней это, ну, как я уже сказал, подражание Господу нашему Иисусу Христу, 40-дневный пост. И тут много значений, так сказать, тех, которые были, прообразов еще Ветхого Завета. Это и пребывание 40 дней на Синайской горе. Это тоже очень важно. Пророка Моисея. И какие-то ваши такие моменты, события, да? То есть это, конечно, многие могут считать эти дни, но в то же время это как бы некая символичная цифра, да, в которой мы, вот в этом не просто одна седмица, которые как раз как христиане постились перед Пасхой. Вот в чем, собственно, и состоит две части Великого Поста. Да, две части. О том, что Святая Четидесятница, это то время оглашенное, которое когда-то было, и которое в солидарности потом христиане стали тоже совершать пост. И еще та седмица, которая вспоминает тот подвиг, который совершил Христос. Это Светлая Седмица. Где, да, Страстная Седмица. Страстная Седмица. Страстная Седмица, в которой как раз все дни мы называем Великими. Начиная от понедельника, заканчивая Седмица. А ведь на церковно-славянском языке воскресенье, вот наше светское понимание, это слово неделя. Четыре вот этих важных недели, то есть четыре воскресных дня. Что это за дни? Почему им нужно уделять особое внимание? Но если мы посмотрим, начиная от подготовительных, когда нас церковь как бы готовит, то есть обращает наши сердца, наши умы к покаянию. Начиная даже от событий, связанных с Захеем, когда он забрался, как бы не, скажем так, совсем не в норме нашей жизни, забрался на дерево и хотел увидеть Христа. То есть хотя имел положение начальника, можно сказать, налоговой службы в то время, да? И вот Господь, видя это желание его, Он говорит, «Изахея, я приду к тебе домой». И Он приносит покаяние, как наша святая отца говорит, деятельное покаяние. Вот посмотрите, поучитесь этому, да? Потом идет о матерее фарисея, это как бы, может быть, тут и покаяние о смирении, о том, что не нужно иметь самоохваление, а нужно иметь смирение. Да, фарисея, я молюсь, я милости не подаю, я в храм хожу, я-я-я-я. В своей жизни тогда Господь скажет, что ты более оправдан уходишь из храма. Следующее, это, конечно, о том, что мы зачастую ходим в страну далечия, да, и расточаем многое в себе, и, может быть, и с точки зрения своего имения, и с точки зрения духовного, как раз составляющего, в первую очередь, конечно. И здесь как раз о блудном сыне притча, который говорит Христос, и здесь два персонажа, которые нам близки, понятно, это младший сын, блудно расточивший, и потом принесший покаяние, вернувшийся к отцу, да, и второй, это старший сын, который не понимал этого, что он все время с отцом все правильно исполнял, но в нем присутствовала злоба, осуждение младшего сына, да, и зависть о том, что вот такой пир совершил отец. Но есть тот персонаж, который совсем, может быть, настолько он идеален, что, наверное, мы не можем встретить такого отца в этой жизни, но так или иначе, мы все равно претензии какие-то имеем. И своих детей получаем особо, и какой-то ропот бывает у нас и так далее. Мы видим идеального отца, который отдает с легкостью имение. Когда возвращается сын, он с радостью воспринимает и получает старшего, что нужно порадоваться, что пропал и вернулся, и ожил. Вот. И потом у нас, конечно, о страшном суде, когда мы с вами встречаемся с тем, что самое главное определяет Господь о том, что вы когда-то меня одели, накормили и приютили, да, и посетили в темнице. Да. А самое главное, ключевой вопрос в чем? Любит человек или не любит? То есть вот, проявил он в этой жизни любовь или нет? И когда те люди, которым он говорит, вы будете со мной, приходите ко мне, они стали даже отказываться. Господи, когда мы тебя видели, то есть ощущая свое недостоинство, как бы со смирением, Господь, ну, если вы из малых сих, своих братьев сделали это, то значит, вы сделали это и мне. Не говоря уже о тех, кого он назвал козрище, мы об этом, как бы, можем упустить. Да. И следующее, это, конечно, прощенное воскресенье, которое готовит нас к тому, чтобы мы с вами вспомнили слова, как бы некую формулу евангельскую о том, что кто будет прощать другим людям в согрешениях, тому и Отец Небесный простит. И даже Господь по-другому говорит о том, что кто не будет прощать, тому не простятся грехи, да. То есть очень важная формула, евангельская, которую мы должны помнить и с которой мы начинаем Дни Великого Поста. Ну и, конечно, вспоминаем о том, что когда Адам с Евой были изгнаны из рая, Адам горько плакал об этом, что он потерял такое сокровище, райскую вечную жизнь. Ну и, конечно, Дни Великого Поста, это дни, когда мы совершаем первое торжество православия, первое воскресенье. Первое воскресенье. Первое воскресенье. Это как бы уже в исторической традиции, что Седьмой Вселенский Собор, это приблизительно в это время. Это борьба с иконоборчеством? Да, связанная с иконоборчеством, восторжествовала все. И как бы завершился некий круг или, можно сказать, то есть тех догматов, которые говорили о сущности Христа, о сущности из Престой Петровицы и связанной с, может быть, с убранством Церкви в том числе. А следующее, это тоже торжество православия, только память святителя Григория Паламы, архипистского Паписалоницкого или Солунского, который как раз в том учении, который, как у афонского монаха, потом в будущем архиерея, праздновалась та победа его учения, то есть внутреннего возможности увидеть нетварный свет. То есть тот как бы фаворский свет, который видели те три ученика, которые зашли со спасителем на гору Фавор. Далее, как бы при половине поста, это крестопоклонная неделя, когда мы вспоминаем о кресте, это, конечно же, несомненно и поддержка, потому что мы взираем на победу Господа нашего Иисуса Христа, на абсолютную любовь к нам, которую он проявляет, будучи распятым на кресте, и именно то, что соединяет крест небо с землей и прошлое с будущим, и с настоящим в том числе, конечно же. А следующее, это самое, что не на есть, как раз те персонажи, можно сказать, с библейской истории, это преподобная Мария Египетская и преподобный Англес-Твичник, которые, можно сказать, вспоминать, в общем-то, весь Великий пост, один, который говорит нам о 30 ступенях восхождения духовного. Борьба с грехом, да. А другая нам показывает на примере своей жизни, как она имела какое падение, буквально, то есть, такое падение, которое, может быть, даже никто не помышляет, как можно упасть в этой жизни, до какой греховной жизни дойти, что некая сила, как она рассказывает, даже не пускала ее в храм. И потом она выходит до высоты такой духовной, когда прозревает все то, что происходит в этой жизни, в этом мире, хотя была человеком совершенно не книжным и не знала даже, как писать, писать, как нам рассказывает преподобная Зосима о ней. Ну и, конечно, потом мы подходим уже к тому важному событию, которое предвещает воскресение Господа нашего, это воскресение святого праведного Лазаря, и, конечно, торжество принятия Господа уже в Иерусалиме. вот этот ход Господь и Иерусалима. Это уже начинается Страстная Седмица. Очередной выпуск нашей программы, как раз мы хотим посвятить Страстной Седмице, тоже обязательно. То, к чему, может быть, мы иногда помышляем в нашей земной жизни, чтобы все по-земному случилось и произошло благополучно, о чем помышляли и, собственно, и многие ученики, и даже, скажем так, делили портфель между собой, а кто будет ближе. Было и такое, да. Да, то есть было и такое, да. Но Господь все время уразумлял о том, что не так должно быть. Но этого они, конечно, не понимали и не могли тогда вместить этого. В общем, эти дни вот этого пути, который мы должны пройти для того, чтобы с радостью, исполняя воздержание Великого Поста и, в первую очередь, духовной ее составляющей, пришли к той радости, к которой мы называем... Пришли, обязательно нужно. Екатерина Андреевна, все-таки как обычной прихожанке я хотела бы к вам обратиться, что наиболее трудно дается вперед Великого Поста, вот наиболее тяжело, и как вам это удается преодолеть? Как вот? Именно я имею в виду Великий Пост. Вы знаете, труда, в общем-то, никакого нет, когда ты настроен уже полностью на то, чтобы жить жизнью церкви. 60 лет прожив, другую жизнь, вдруг я уже 14 лет веду эту жизнь. Мне все нравится. Мне нравится богослужение, мне нравится писание читать много. Сегодняшнее писание, например, вот на сегодняшний день... Ну кто-то сказал, я не понимаю, я не знаю церковно-славянского языка. Как? Вот зачем мне это надо? Ведь и такие могут быть вопросы. Сейчас есть уже все на современном языке написано, на нашем, было бы желание. Да, было бы желание. Вот, и поэтому мы привыкли как? Сначала учиться, а потом получать, значит, практические отзнания, пользу. На практике применять. А здесь идет одновременно практика с обучением. И поэтому все очень гармонично получается. То есть нужно приходить в храм? Нужно, обязательно. Вот я бы хотела нашим телезрителям, вот на сайте православный Новгород, я столкнулась с очень интересной информацией, думаю, она вам будет тоже интересна. Во время Великого Поста, кроме субботы и воскресенья, нет литургии. То, о чем говорил отец Сергий. И получается, что умершие лишаются той помощи, которая им доставляется в виде их поминовения при литургии. Поэтому церковью было установлено особое моление об умерших в субботу. В субботы. И в этом году родительские субботы выпали на следующие даты. 27 марта, 3 апреля и 10 апреля. И молитва за умерших, поминовение тех, кто уже сами не могут это сделать, является необходимым деянием для истинного христианина. Не на кладбище надо идти, а в храм молиться, молиться за своих умерших. Потому что они уже, находясь в мире ином, не могут это сделать сами. И эта ответственность ложится на наши плечи, живущих в этом мире. Приходим ли мы в храм? Молимся ли мы? А ведь очень часто люди просто приходят, ставят свечи, помолились и ушли. Это ли истинная вера? Подумайте об этом. Но вот, к сожалению, время нашей программы ограничено. Я бы хотела обратиться к каждому из вас. Вот буквально, какой бы такой важный, нужный совет вы могли бы дать телезрителям, учитывать тему нашей беседы сегодня. Да, я бы хотел сказать словами святого Иоанна Кронштадтского о посте. Пост – хороший учитель. Он показывает нам всю необходимость всем сердцем прибегать к Богу. и у него искать милости, помощи, спасения. С постом приятным. Ну, а те люди, которые болеют, и детишки, конечно, все, что касается питания, Великий пост, просто подходите к своему духовнику. Он даст правильный совет. Екатерина Андреевна, что бы вы сказали о завершении нашей беседы сегодня? В завершении нашей беседы я бы хотела сказать, чтобы все люди, крещенные, некрещенные, приходили в храм. Приходили в храм, слушали, были на литургии, вникали в каждое слово, потому что это ежедневная помощь, понимаете? Читали Евангелие. Вот эта помощь, которая нам нужна, и нам дается она совершенно бесплатно. Поэтому мы просто обязаны спасать себя, спасать усопших сродников своих, спасать весь род, который за нами стоит. Вот. И Великий пост – это как раз все идет просто прекрасно. Во время детства каждый из нас приходит в школу. Понятно, цель посещения, занятия в школе – получить какие-то знания для дальнейшей жизни. Но мало кто задумывается, что нужно в храм, так же, как и в школу, приводить себя, вернее, принести свою душу. Ее воспитывать нужно в храме, во время молитвы, во время литургии. И вот все, что происходит в храме, это только во благо вашей души. И во время молитвы вы как раз молитесь за ваших умерших, близких, родственников. Они ждут вашей молитвы. Помните об этом. И воспринимайте умом, воспринимайте вашим сердцем все то, о чем мы говорим в нашей программе. До скорой встречи на канале Новгородско-областного телевидения. Новгородско-областного телевидения.